Российскую сборную озолотили. В Чебоксарах подвели итоги международных соревнований по парашютному спорту. Наши спортсмены, прыгнув точнее всех и выполнив эффектные акробатические трюки, поднимались на пьедестал почета несколько раз. В борьбе с сильнейшими парашютными державами Россия не ударила в грязь лицом. Подсчитал награды Дмитрий Ковалев. Дмитрий Ковалев. Принято говорить и думать даже особо не принято. Надо думать о работе и о том, что будет дальше. Большой урожай наград собрали женщины. В общем зачете им удалось подняться на высшую ступень. Акробатические пируэты в воздухе лучше всех выполнили тоже россиянки. А Ольга Лепезина взяла второе золото за самые точные прыжки. Победу отпраздновала и мужская сборная. Парашютисты стали лучшими в общекомандном зачете. Россияне опередили своих главных соперников – французов и немцев. И женщины, и мужчины взяли Кубок мира. А одна из юниорок завоевала сразу три золотые медали. Это абсолютный лекорд чемпионата. Будущих рекордсменов парашютного спорта собираются растить и в Чувашии. Соревнования мирового уровня должны возродить традиции местной школы. Пример молодым подают и известные спортсмены. Чемпионка мира Майя Костина совершила 7 тысяч прыжков, завоевала более 70 золотых медалей. На первенстве континентов она – почетный гость. Популяризация парашютного спорта в перспективе будет развиваться. И наши молодые люди, и девушки, и юноши, и девушки сегодня продемонстрировали, насколько они смелые, мужественные уже прыгают. У них желания появятся. Кто-то запишется в этот аэроклуб, кто-то хочет стать летчиком. Вернутся ли сильнейшие парашютисты мира в Чебоксары – пока неизвестно. По крайней мере, дирекция чемпионата организацию оценила на отлично. Возможно, что и Международная парашютная комиссия последует примеру Европейской Федерации Легкой Атлетики. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Евгений Анисимов. Республика.